директор оранжереи гуляет после дождя а дэши тоже под дождем у нас сегодня 32 градусов тепла сейчас дождик прошел а дэши все гуляют примере и милия красота как в таиланде а дэша на цену ну там прививки на нем 4 у меня разных сортов и они у меня все вроде набираются нет я думаю в этом году даже и семена будут потому что пчелки летают это первый раз он на улице не стоят все забутонились здесь там еще мелкие модам потерпляем пусть недавно не обрезала всем привет добро пожаловать мою оранжерею так было два дня назад было плюс 33 градуса а дэши мои гуляли на улице сегодня плюс 17 у нас похолодало моя дэши все переехали сюда на веранду уже но я вот сегодня убрала сюда потому что там возле окна прохладно и там не обогреватель работает сегодня на ночью включу обогреватель сегодня будет продолжение серии роликов то есть это у меня адениум и которым я формирую корневую систему у меня есть просто уже четыре видео по этим одессам кому интересно а можете видео посмотреть на моем канале а ссылки будут в описании это мои сеемцы я убирала у них корни срезала полностью и вот они у меня нарастили корешочки в общем я год их не трогала ну примерно около года и вот хочу сейчас посмотреть и поменять им грунт и сейчас вместе с вами посмотрю не знаю что там внутри конечно они у меня сидят на крышечках что они у меня тут не хотят вообще выходить отсюда не рассыпать то ох ой 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 там у меня в основном и дренаж вот смотрите что тут сейчас я уберу полностью грунт и сниму крышечку просто я думаю может быть повыше как-то посадить смотрите какие прелесть я могу уже представить что будет лет через пять а будет красиво ну и здесь конечно у них тоже увидите что тут с изнаночной стороны творится здесь тоже вот корни или две сюда но это ничего страшного то есть его вот хотя их наверное нужно будет но кто не видел мои предыдущие ролики я расскажу что и для чего я делаю просто я хочу в будущем чтоб он сидела допустим на горочки до такой на возвышенной и вот эти корешочки вот так вот у него были ну или просто прямо лежали то есть видите они у они уже начинают утолщаться и в будущем я уже говорю от лет через пять ну года через четыре это будет прекрасный экземпляр очень интересны то есть здесь можно вообще как бы переплести вот эти вот корни то есть сейчас то здесь можно тоже поиграть с корнями то есть возможно вот эти тоже прекрасные корешочки ну то есть сейчас я буду их раскладывать оставлю я их расти в этом же в этих же в этой посуде вернее потому что здесь нужна широкая посуда я ему ничего не буду обрезать я хочу чтобы он еще год у меня посидел и нарастил себе попку и корешочки и я его посажу обратно на эту же крышечку на какой он и сидел просто поменяю ему грунт ну грунт я составила сама у меня ушли есть очень много видео я показывала как я составляю грунт можете также зайти и посмотреть на дно я положила керамзит добавлю ему удобрения осмокот ну я очень довольна какие корешочки он не нарастил молодец сейчас я все это так обратно не положу и присыплю его хорошо чтобы он наращивал себе красивая форма сейчас не хочет у меня залазить придется на вот так вот как-то садить посадить вот так ну и придется наверное мне в общем на крышку он у меня туда теперь не входит корни нарастил в общем я хочу попробовать сейчас знаете как насыпать сюда горочкой грунт и его вот так вот посадить попробую так просто если взять горшочек другой не получится так потому что горшки то узкие все а мне нужно чтобы именно вот он горешочки вот так формировал вот хочу ее смочить теперь разложить ему просто сильно высоко то я не хочу потому что я хочу присыпать ему корни такие здесь нарастил корни вот видите что ну вот как то вот так вот у меня получается сейчас я ему присыплю присыплю ну нарастил он конечно себе хорошо 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 ну у него сейчас грунт свежий с удобрением сейчас он у меня за год тут вообще хорошо нарастит формы и конечно же я его сейчас сформирую еще крону так как вытягивать ветки он не должен тратить силу на них мне пока не надо чтоб он свел как бы я его просто формирую ему красивые корни и каудекс а для того чтобы каудекс толщался то такая есть у них закономерность нужно обрезать вот эти ветки когда обрезаешь он начинает шерсть здесь расти что мне и нужно я хочу вот так вот прямо его обрезать ничего страшного я уже говорю что он красивее будет так и вот эту вот так вот сейчас обрежу однако либо 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 промокнуть салфеточкой и все. Растение само по себе как антисептик. Можно ничего не делать, он очень сам хорошо затягивает свои рамки. Но главное, что сюда, чтобы влага не попадала. И через несколько дней он просто затянет свои рамки и все. А вот эту можно даже срезать наискосок чуть-чуть. Тогда этого среза как бы срастет и ничего не будет видно. Вот так получилось. Но это только один сделала. Там у меня еще триадениума. У всех разная корневая, так что не выключайте, смотрите до конца. Ну вот второй парень. Но этому я уже давно подстригла, потому что вот такая длинная росла, я его обрезала. И здесь вот он очень много стал давать боковых. И я уже говорю, видите, какой он толстенький. Но сейчас я тоже посмотрю, какая у него корневая. Он тоже у меня на крышке сидит. Ой, сейчас я все покажу. Ну у этого друга поменьше корневая. Ну тоже такая, в принципе, хорошая. Вот видите, запечаталась как пробка. Ну тоже такой очень интересный экземплярчик. Прям вообще как пирамидкой такой растет. На дно я положила дренаж. Все-таки я решила его оставить на крышке, потому что у него не так много корней. Вот так вот по бокам сделаем почву. Положу удобрение. И пусть он себе дальше наращивает, корневую. Так, я только вот, наверное, вот так вот под крышку у него сделаю, как он тут сидел. Все-таки хочу, чтобы он побольше нарастил корешочки. И заодно потом посмотрим, как тут будет развиваться без крышки и этот на крышке. Ну вот так я его побольше завалила. Я все-таки сейчас стремлюсь к тому, чтобы красивые формы корней были. Ну эти по возрасту у меня поменьше, а дэни у меня по возрасту побольше. Эти отличаются. Ну вот тоже интересный такой. Видите, какой карапуз. Вообще смешной. Сейчас я его вывалю тоже. Посмотрим, что у него там. Он тоже у меня на крышечке. У-у-у! На пенопласте он. О, видите что? Красота! Да и только. Ну вот, кстати, тоже хорошо вот так на пенопласте. Он этот, смотрите, как пенопласт. И не вытащишь у него. А я его так и оставлю дальше. Видите как? Как краб захватил своими щупальцами. А смешной такой. И как будто, знаете, сюда нога. Это вторая вот сюда вот. Я не знаю, он собрался. А-а-а! Посмотрите-ка что. Смотрите, что сделалось. Я такого вообще чуда. Смотрите, корень насквозь как-то пролез через пенопласт. И вот здесь вылез. Как это так вообще? Но я, конечно, сейчас освобожу. Потому что... Сейчас я разрежу весь пенопласт. Ужас вообще. Как так получилось, я не знаю. Это ж надо вот так вот прорасти. Как он так умудрился. Просто я боюсь теперь его... Вот так вот я люблю его ломать теперь. Просто я хочу освободить корешову здесь. А-а-а! Ничего себе! Посмотрите. Сейчас я поближе к вам. Посмотрите, какая сила. Видите, как он пророс вообще. Там же дырочки даже не было. Ой, ну вот это он дает, конечно. Вот такой корс. Все. Вот видите, я его вытащила. И главное, такой корешочек здесь беленький. Не повредился ничего. В общем, я ему поменяю грунт сейчас. И оставлю его расти тоже на пенопластике. Ну, конечно, прикольно. У этого вообще, смотрите. Видите, как затянуло. Как каракуз, говорю. Такой интересный. Непонятно даже, на что похож. И вот, кстати, видите, это был моложе, чем предыдущие. И вот видите, как заживает вообще хорошо. То есть вообще не видно ничего. Ну, так же я сейчас на дно положу керамзи. Ну, с адениумами, конечно, вообще интересно. Мало того, что они красиво цветут, но они еще имеют красивую форму. С ними интересно очень работать. Очень увлекательно. Ну, я вот эти корешочки сейчас так вот разложу. И, наверное, вот так вот его на весу, что ли, как-то. Вот так вот я буду его засыпать. И пусть наращивает себе красивую форму. И, конечно же, я ему сделаю стрижку. Чтоб он больше распушился. И наращиваю. Тащи-то грежу. Ну, вот что получилось. Ну, я ему, конечно, скрыла вот эти все его. Ну, при поливе, конечно, здесь вот оголятся корешочки. Ну, ничего. Пусть так сидит. Просто я-то знаю, что у него там внутри. Красавчик. Ну, и четвертый. Вот такой вот. Я думала, две ноги будет. А он, видите, как одна разбухла у него. А вторая почему-то не стала как бы набирать. Ну, в общем, вот такой вот. У него, кстати, этот корень, наверное, догонит его туловище. И что вы думаете? Такая же картина. Он просто решил прорастить тоже через пенопласт. Смотрите, все корни через пенопласт. Ой, ну, конечно. Сейчас я тоже освобожу ему корешочки. Как он так, такой мудрец. Такая здесь, главное, еще два корня сочетают через пенопласт. Ну, вот как раз я его освободила. Смотрите. Ну, он решил, видите, как. Смешной такой. И не знаю, на что похоже. Ну, вот какой-то вот он решил вот так вот. Вот так вот расти. Я просто думала, как бы, вот это место тоже у него начнет утолщаться. Ну, может, со временем. Ну, хотя, не знаю. Ну, может, со временем будет утолщаться. Думала, как две ноги будет. Но нет. Он решил вот так расти. Вот видите, вот эти корешочки, они просто лежали без земельки, да. И вот они и сохлись некоторые даже. Они прям вот отпадают. Потому что не хватило для них грунта. И вот он стал вот развивать вот этот вот корень. Вот этот вот прям вот здесь вот вообще засохли. Корешочки. Ну, он как бы может тут, конечно, сейчас и в рост пойти, корень. Вот я просто думаю, как бы его пониже просто, наверное, на пенопласт нужно посадить. В общем, я сейчас грунт сюда добавлю. И посмотрю, как лучше сделать. Вот так вот сделаю. Так, добавлю чуть удобрения. Так, вот этот корешочек я пущу сюда. Вот так вот вдоль. Так, разверну штуку. Ну, посажу его так же, как будто он усидит. И получше его присыплю, чтобы вот эти корешочки тоже были в почве. Поливаю я их аккуратно. То есть я из поляризатора смачиваю им вот этот грунт, потому что я знаю, что они у меня сидят там на крышечках. А вот когда жарко, его, в принципе, можно и под душ. Но это надо, чтобы было жарко, чтобы просыхал грунт. Ну вот, поменяла я им грунт. Посмотрела их, и корешочки. Меня, в принципе, устраивает. Но эти, конечно, они еще маленькие, а дальше они нормально будут потом. В общем, теперь я их здесь оставлю в этой посуде до следующего года, до следующей весны. Я их доставать отсюда больше не буду. Пусть наращивают себе красивые формы. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok